Добрый день, доброе утро, добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Яков Фаин. Вы находитесь на прекрасном, душевном, интерактивном канале Будни Америки. Сегодня 14 июня 2021 года. Семья нас всех и поздравляю. Итак, начнем с комментариев по комментариям. Вот, кстати, получил комментарий два часа назад, который очень такой иллюстративный. Я хочу вам его показать, особенно тем, которые считают, что если кто-то из комментаторов имеет другое мнение, я этим очень недоволен. А вот комментарий, который рассказывает мне, как я не прав, причем комментарий совершенно конструктивный, и за него я только могу поблагодарить товарища Дас Сникера. Читаем. Я сказал вчера или позавчера, что... Одну секунду. Прежде чем я даже продолжу про комментарии, я хочу сказать одну вещь. Я сегодня собираюсь делать эксперимент. А именно, я собираюсь приклеить сюда кусок картинки из Манхэттена. Я вчера... Вчера я был... Был я вчера. Мы были вчера. В Централ парке. В этот раз мы заехали отсюда, отсюда, вот в северной части, где-то вот в районе... Запарковался я в районе этого Соломона Гугенхайва музей. Тут такая абстрактная живопись музей. Погуляли в Централ парке, а потом мы ехали на машине, я включил здесь камеру, вот здесь. И ехали на юг по 5-й авеню, это все считается музейная миля. До 54-й, перел на лево и в свой паркинг. То есть, я включил... Я повесил телефон свой на лобовое стекло, он просто снимал, как я ехал. Это минут 15 займет, а потом вы будете энжоить картинку со мной, которая конкретно со мной. Итак, итак... Давайте вернемся к комментарию. Вернемся к комментарию. Да, так вот, я сказал тогда, я сказал, что FBI словили людей, которые просили выкуп, потому что люди, хотя биткоин и блокчейн нельзя отследить так просто, но был момент, когда люди регистрировались, свой аккаунт, и вот тогда они прокололись, тогда они дали свои данные. И вот DASNACKER отвечает мне, что я был неправ. Читаем. Про крипту все неверно, и вся история с русскими хакерами попахивает. Чтобы сделать кошелек BTC, не нужна, на биткоине имеется в виду, не нужна никакая регистрация, ключи регистрируются локально, у биткоина нет абсолютно никакой приватности, баланс кошельков и все транзакции публичны, хакеры не могли этого не знать. Ни у одной спецслужбы мира нет возможности сократить транзакцию, вернее откатить транзакцию, для этого большая часть сети должна договориться добровольно сделать форк от блока, предшествующего блоку с транзакцией, что естественно невозможно, но он и блокчейн. Здесь я хочу продемонстрировать некие знания тоже в этом вопросе. То, что говорит господин DASNACKER, абсолютно правильно. Есть такое понятие в блокчейнах, как консенсус, для того, чтобы ввести другую запись или изменить запись, больше чем 50% людей, которые находятся в этом блокчейне, в данном случае пользователи биткоина, должны согласиться, что эта транзакция правильная. То есть собрать просто так 51% практически невозможно. Хотя был один случай, насколько я помню, много лет назад, когда, собственно, и сейчас люди группируются в такие кучки, в комьюнити, потому что один человек не может уже часто, не может часто иметь такие нужные вычислительные мощности для того, чтобы решать задачи, требуемые для биткоина, для создания биткоина. И они собирались в куче, однажды был случай, когда они договорились, договорились, и их стало больше 50%. Потом это как бы баг не баг, но эта проблема была устранена, и, да, действительно, для того, чтобы откатить транзакцию, надо, чтобы больше половины пользователей этой блокчейна сказали, что это неправильно, что невозможно. Все правильно пишет The Snicker. Дальше. Скорее всего, коины были переведены на адрес обменника для вывода в Fiat. Fiat это такая бумажная валюта, обычно. И именно обменник заблокировал свой кошелек по указу FBR. Но почему хакеры поступили так глупо? Почему не запросить выкуп в реально приватной крипте, например, Monero? То есть, я был неправ в том плане, что я думал, я никогда не покупал биткоины, поэтому, видно, у меня gap, пробел образования. Я думал, что во время регистрации ты вводишь информацию, которая привязывается к кошельку. А вот The Snicker пишет мне, что, скорее всего, биткоины были переведены на адрес обменника для вывода в Fiat. Именно обменник заблокировал свой кошелек по указу FBR. То есть, во время вывода в обычные деньги видно их там как раз и словили. Ну, вот прекрасный комментарий. The Snicker говорит мне, что я был неправ. Я признаю, что я был неправ. Более того, я очень благодарен The Snicker за то, что он прояснил и рассказал этот нюанс. Так что, так что, так что, я не так плох. Видите, я могу признавать, когда я неправ. Дальше. Дальше. Что еще тут? Doomimax пишет, якобы, объясните, почему Java такая популярная на Enterprise проектах? Ведь уже давно есть много языков с похожей инфраструктурой, и даже можно быстрее писать приложение. Вопрос этот, конечно, неправильный канал задан, но я не буду уходить в технические детали, скажу вам только такой более-менее обтекаемый общий ответ. Дело в том, что Java это не просто язык программирования, это огромная эко-среда, огромная эко-среда, которая есть на Java, по-моему, больше, чем 11 миллионов, а может и 20 миллионов профессиональных программистов, программирования. За это время было создано огромное количество дополнительных тулов, библиотек, примочек, серверов, которые работают на Java. и это все, как правило, как правило, ну не все, ну 95% все опенсорсное, бесплатное. Прекрасно работает на серверах типа Unix, Linux, собственно, изначально оно так и было сделано. Тогда же примерно, может быть, чуть позже появилась майкрософтовская среда, .NET, там, скажем, основной язык C-Sharp, например, и там тоже написано было много, но это все-таки был Microsoft, это все-таки было не на всех компьютерах, Java на любых работает, а Microsoft работает только на тех, где Windows установлен, ну там есть какие-то маленькие отступления, но не суть. И такого сумасшедшего опенсорсного движения не случилось в .NET. Поэтому везде в крупнейших компаниях, в небольших компаниях, когда речь идет и о покупке серверов, и установке операционных систем, об оплате лицензий, когда идет речь о Java, там все просто, лицензий почти никаких нет, Linux, Unix бесплатно, ну если нужна саппорт, там кто-то будет вас поддерживать, вы будете платить за саппорт, и все, и все решено. Что касается .NET, то не так все просто, и надо придерживаться ограничений определенной платформы и так далее. То есть я не хочу сказать ни слова тем, кто любит .NET, и C-Sharp, и все такое. Молодцы, любите, пожалуйста, но market share, то есть часть рынка, намного больше у Java, чем у .NET, поэтому не Java просто так популярна, а Java Echo среда, полный набор, вот так популярен, более популярен, чем .NET. хватит об этом, так как многие из вас вообще не понимают, о чем это я. Так, Наталья пишет верховяк, оон вокруг здания, который якобы гуляет, превратилась в малополезную, дорогостоящую, перертическую, шарашку, кишащую шпионами. Не пора ли их выселить в США? К тому же United Nations condemned израил 17 раз в 2020 году осудил Израиль, а остальной весь мир 6 раз только всего, явный перекос, явный перекос. Да, но понимаете, мне не нравится тоже United Nations, у меня свои причины, по которым мне не нравится United Nations. Дело в том, что я живу здесь недалеко, и когда у них там ассамблея какая-то, или как раз они собираются чтобы осудить Израиль в очередной раз, во избежание терактов полиция убирает все мусор, все мусорные баки в нашем районе. И поэтому мы когда Семкой гуляем, он когда покакает, я кулечек должен взять и туда все это собрать и бросить в урн. Урн нет из-за этого чертова ООНа. Поэтому, конечно, ООН доставляет мне определенное неудобство тоже, но просто так взять их выселить это не так просто. Это не так просто. У нас есть многие, которые нам доставляют недовольство даже всех выселить. Кроме того, это не единственный штаб-квартира. Они, по-моему, еще в Бельгии тоже есть. В Бельгии? Не помню. Где-то есть в Европе. Это вторая. Короче, будем пока терпеть. Будем пока терпеть. Но, конечно, урны желательно, чтобы оставляли. Оставляли. Так, что еще Визерд Адептус пишет нам. Как абстрагироваться от политики? Я говорил вчера, что, конечно, в идеале, если бы вы могли жить в комфорте с собой, самим собой и не думать о политике, то наверняка вам бы жилось намного легче. И вот он пишет, он или она, не знаю. Как абстрагироваться от политики? Легко. Нужно переключить свое внимание на другие, не связанные с политикой темы. Как бы азбычно истинно, но как это так просто сделать? Какая разница, что там происходит за кулисами? Все ложь, больше или меньше? Я согласен. Кроме политики есть масса всего интересного. Но приятно слушать политические новости от тебя и отолучить от кого-либо другого. Спасибо. Будем продолжать, значит, пока меня это интересует. Может быть, и мне тоже настолько надоест, что я перестану вас радовать и баловать своей интерпретацией неких новостей. Дальше читаем. Яков пишет Иван Inspiter. Яков, редко пишу комментарии, слушаю постоянно и рад, что вы стали записывать подкасты чаще, чем во времена Америки. Хотел бы порекомендовать вам мини-сериал Unorthodox, который вышел в прошлом году на Netflix. Там всего 4 эпизода история о девушке, которая покинула Уильямсбург. Это район тут такой в Бруклине. И отреклась от ультразоксальной хасидской общины, где выросла. Насколько я помню, сериал снят на основе книги, описывающей реальный опыт женщины и автора с такой судьбой. Было бы чертовски интересно услышать любой ваш комментарий по поводу этой общности и конкретно данной истории. Такой вопрос интересный. Хочу сказать сразу, что где-то год назад я посмотрел первый эпизод вот этого Unorthodox. Я знаю, о чем вы говорите. Дальше я не смотрел, что-то меня как-то особо не зацепило, но я все думаю, надо вернуться, надо вернуться, надо досмотреть. Да, это ортодоксальная община. Да, они живут своей жизнью. Да, в Нью-Йорке очень много таких людей, которые выглядят странно. У них пейсы, они ходят все в черном. Женщина, которая родила ребенка, вернее, которая вышла замуж за нас, и парик, что говорит о том, что голова покрыта у нее. мужчина, собственно, они молятся, они соблюдают субботы. Они другие. Когда люди другие, их не любят в любом обществе. Других не любят. И с той картин, которую я нарисовал, кажется, о боже, такие прям идеальные все. Они не идеальные. То есть, мне, конечно, сейчас кто-то уже макает ручку в чернила, чтобы написать, а вот вы знаете, они ходят там к проституткам, они делают то, они делают все. Наверное, ходят к проституткам. Выпить не против, как раз они такие, да. То есть, они не идеалы, и мы не идеалы. Но я как бы уважаю их за одну вещь. Я не религиозный человек. Я верю в какую-то силу, но я не соблюдаю законы, не верю в необходимость. У меня нет необходимости ходить в какие-то церкви, синагоги или другие места, моления, молельные места. Хотя, вам сейчас одну книжонку покажу. Библию я не читал. Я читал отдельные странички. Знаете, once and while там где-то в руки попадается Библия, прочту две странички. Или там в гостинице, в Америке часто в гостиницах в верхнем ящике тумбочки при кроватной Библия лежит. То есть, такие у меня знания не очень хорошие в Библии. Чтобы не сказать, просто плохие. Но в Америке не говорят, я плох. Говорят, я не очень хороший. I am not an expert in Bible. Вот так надо говорить. Что означает, что я вообще ничего не знаю. Ну, или почти. Но я вам покажу сейчас одну книжку, может быть, вас тоже заинтересует. Да, так вот, они молятся. И согласно тому, что Бог избрал этот народ, поэтому народ называется избранный, еврейский народ, избранный не в смысле самый умный, самый лучший, другой, отдельный, который несет, типа, Библию в массы, то они считают, что они должны молиться. Там в Израиле конфликты, допустим, такие, что они хотят только молиться, а не идти в армию служить, к примеру. Потом говорят, уже вроде некоторые пошли в армию служить. А как с налогами? Ну, короче, есть много вопросов, но тем не менее. Довольно большая группа еврейского населения, нерелигиозного считает, что благодаря этим ортодоксам, которые молятся ему за нас всех, то есть все-таки у нас в мире все не так плохо. То есть в целом, в целом, конечно, религия это хорошо в том плане, что если бы люди жили так, как написано в Библии, было бы идеально. Но люди так не живут. Вот так. Про конкретно этот фильм сказать пока не могу, потому как не смотрел его весь. Только один эпизод. Может, когда-нибудь посмотрю. Но что я вам хочу показать? Я хочу вам показать книжку, которую я сейчас считаю. Книжку эту написал человек, который зовут Денис Прейгер. Денис Прейгер. Знаете, есть люди умные, есть люди эрудированные, есть люди начитанные, есть люди с энциклопедическими знаниями и памятью, которые просто помнят все. А есть мудрецы, люди, которые просто мудрые, реально мудрые. Я вам все время рассказываю и в стейтментах, которые пишут люди. Мы с вами пишем. Всегда у нас в голове и в стейтментах. Если то, 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 а иначе это. Так вот, он очень умный, он образованный, там, двойной доктор наук, он там каким-то оркестром руководит. Вот я вам сейчас покажу, вот, вот фоточка его. Денис Прейгер. 35 лет он ведет шоу, у него есть, конечно же, подкаст, который я вам настоятельно рекомендую, кто-то, кто понимает по-английски. Вот. И, в частности, он очень много лет преподавал Библию. Он религиозный. Но он очень хорошо знает и христианство, и иудаизм. Он очень много лет преподавал, не знаю, сейчас ли преподает в разных университетах именно, не знаю, как это сказать правильно. Ну, короче, различные предметы связаны с Библией. С Библией, с религиями и так далее. И, в частности, он, у него вышло сколько-то книг, у него много книг вышло, насколько эта книга у него вышла с толкованиями Библии. Вообще, надо сказать, что есть такое понятие, евреи это называют Тора. Это пяти книжек, это первые пять книг из Ветхого Завета. И вот он написал как раз, у него вышло две или три или четыре, не знаю, сколько у него книг вышло, две точно, которых он объясняет Библией. Какие-то пункты. Прямо книга такая-то, стих такой-то, что там сказано и что это значит с его стороны. Он объясняет это очень современным языком и логичным языком. Вот это, в частности, я читаю вот эту книжку. Это Genesis, это первая книга. И называется, по-русски она называется, по-моему, «Бытие». Но вообще Genesis это создание и так далее. И это не то, чтобы это прямо такое, это не билетристика, это не легкое такое чтение, но это интересно. Мне интересно. Я, по крайней мере, себе сказал, Сигизмунд, ты будешь читать эту книгу минимум 15 минут в день. 15 минут, немного. И вот он, и вот что тут написано. Вот я взял страницу 17. Вот она. Страница 17. Я чуть-чуть из нее зачитаю. Он берет из Библии, скажем, первая книга, стих стих 1-4, да. И он объясняет, вернее, сначала он говорит фразу, «God saw it, God saw it was good». Помните, как Бог создавал мир, и он увидел, что это хорошо. Вот это фраза. И он начинает разбирать эту фразу, что Бог это увидел, и это было хорошо. И вот он пишет, что в частности, эта фраза говорит о том, что он признает то, что свое творение он сделал хорошо. Он говорит, что не надо, не надо стесняться признавать то, что ты делаешь хорошо. И он получал удовольствие от того, как он свою работу выполнил, и что из этого получилось. И это также, пишет Деннис, что это также момент, который учит нас, людей, год, год, извините, Бог выражает восхищение и удовольствие тем, что он сделал. Тем, что он сделал. и его работа, и его отношение к этому, что он это сделал, и это было хорошо, говорит новое понимание, не новое, а какое может быть новое в Библии. Это говорит о понимании слова humility, это смирение, что быть смиренным. В частности, он говорит, что смиренным это не значит быть таким сильно скромным, а это значит, что тебе можно сказать, что ты сделал что-то хорошее, тебе можно признать, что ты сделал хорошую работу. Слово humble, скромный, не надо быть таким скромным, что скромный не означает, что пусть скажут другие, но это уже моя интерпретация пошла, а что ничего плохого нет в том, чтобы знать, что у тебя есть какие-то силы, и ну конечно не нужно быть высокомерным из-за этого, из-за того, что ты что-то сделал хорошо. Вот, то есть смысл в том, что когда ты говоришь, я сделал работу, я сделал работу хорошо, это не говорит совершенно о том, что ты не скромный и так далее, ты просто знаешь себе цену, и смирение это именно знание себе цены, без того, чтобы быть высокомерным. Вот я это прочел, и я понял, что да, это ко мне относится, я знаю себе цену, конечно, вы тут сразу же найдутся кто-то, кто возразят, может быть, вы чувствуете, если вы чувствуете некое высокомерие, когда я с вами разговариваю, дайте мне знать, напишите гневный комментарий, без оскорблений, но я знаю себе цену, я вас уважаю тоже, конечно же, и стараюсь быть смиренным, но мое смирение выражается в том, что я себя иногда хвалю, думаю, что вы это заметили, надеюсь, теперь вы меня строго судить не будете. Окей, окей-докей, давайте перейдем к темам, которые я хотел бы осветить, помимо ваших вопросов. Так, первая тема, начнем с футбола, начнем с футбола. Тут до меня дошли слухи, что у вас там был матч по футболу, матч по футболу, где тут у меня была ссылочка, ну, вот она. Россия играла с Бельгией, Россия играла с Бельгией, и что примечательно в этом матче, что перед матчем все бельгийские игроки и команда, и один, по-моему, судья стали на одно колено, преклонили колено, чтобы выразить солидарность с угнетениями, с нервонаправием черным, которое по отношению к черным, то есть против расизма. Это было в Санкт-Петербурге. Стадион делал то, что у нас называется бу-у-у-у, буинг, буинг, это когда народ сидит где-то в зале, в каком-то стадионе, в данном случае недоволен тем, что происходит на сцене, или где-то они могут начать кушать бу-у-у-у, бу-у-у, б-у-у-у, буинг, это значит, что выразить свое недовольство. То есть стадион выразил недовольство, никто из российских игроков на колено не стал, за что я объявляю отдельную благодарность сборной России. Считаю, что это переходит уже все границы, конечно же. Конечно, можно сказать, никто не заставлял бельгийскую сборную становиться на колено, но это привнесение политики в спорты, это, конечно, ужасно, и это плохо. И я считаю, что эта зараза, связанная с антирасизмом, она вся идет от нас, из Штатов, и она идет в Европу, и она до вас доберется. Я думаю, что Россия будет как раз-таки и Украина, и Беларусь, они будут последними странами, которых поразит эта раковая опухоль. И я желаю вам держаться, пацаны, держитесь, держитесь, девчонки, держитесь. мне опять высказал недовольство, что я опять сказал только пацаны. Пацаны и девчонки, держитесь, вы там держитесь, денег нет, но вы держитесь, не пускайте эту заразу к себе в дом. Дальше, вот такая темочка, она связана с круизами, круизными лайнерами. Я уже поднимал эту темку, рассказывал вам, но я должен нести некоторое уточнение. У нас во Флориде губернатор, реально крутой мужик Рон Десантис. Когда-нибудь я должен вам отдельно о нем рассказать. Но в частности, сейчас идет некая борьба, из-за которой недовольны представители вот этих круизных линий, потому как им не разрешают, им не разрешают, как это сказать, я раньше думал, что круизные линии хотят, чтобы это было требование, чтобы все, кто заходит на корабль, чтобы были вакцинированы. А Десантис сказал, этого я не буду требовать. Оказалось, они не просто так взяли и захотели круизные линии, им выкручивают руки, причем выкручивают руки не Десантис. Я удивлен был изначально, как так получилось, что Десантис борется с бизнесом, а наоборот за бизнес. С другой стороны, было понятно, Десантис не хочет, чтобы заставлять людей делиться на классы вакцинированных против невакцинированных. Оказывается, все не совсем так. Оказывается, вот этот центр по контролю заболеваниями, это они сделали специальное требование для круизных линий, которое говорит о том, что, я не помню, сколько, по-моему, 95% пассажиров и 98% экипажа должны быть вакцинированы. что в принципе нелогично, неправильно, даже хотя бы по той простой причине, что если человек просто переболел, у него есть иммунитет, и у нас сейчас говорят, если у тебя есть иммунитет, потому что ты переболел, тебе не надо уже вакцинироваться. И что получается, этот человек не может зайти на корабль, ну или то же самое относится вакцинированном команде. Одним словом, штат Флорида судит CDC, CDC это центр контроля заболеваниями, за то, что они сделали такие требования к круизным линиям. И вот судья вроде бы, судья вроде бы, вот тут есть статья такая, Tampa Bay Times, судья вроде бы на стороне Флориды, вот тут написано Judge Grills CDC on Florida Cruise Restriction in Hearing over DeSantis lawsuit. Грills, он жарит, поджаривает, на гриль поместил вот это CDC из-за вот этих ограничений. Еще пока не решено, чем это закончится, но сказано, что в частности уже было второе слушание, до этого было то, что называется Mediation, Mediation это когда если Вася судит Машу в суде, то им предлагается решить все миром, сделать мировую, то есть они заходят в комнату еще до суда, заранее пытаются договориться, если не получается, тогда дело идет в суд. Mediation уже был, они не договорились, Флорида с этим, с CDC, и теперь идет, теперь продолжается суд, и мы надеемся, что суд отменит вот этот Conditional Sail Order, то есть право выходить в море по определенным условиям, потому что CDC не имеет такой силы и авторитета и власти над тем, чтобы это делать. Чем это закончится, не знаю, чем это закончится, не знаю, будем смотреть, будем наблюдать дальше, если я что узнаю, вам сообщу. Теперь еще одно уродство, связанное с расизмом. Это уродство идет от Кюни, вот есть такое слово, оно пишется Кюни, C-U-N-Y, C-U-N-Y, City University of New York, City University of New York, не путать с NYU, есть Нью-Йорк University, NYU, это частный, очень такой престижный университет, а есть Кюни, Кюни это недорогой, там 4-5 тысяч в год по-моему стоит обучение и качество соответствующее и требования соответствующие. Ну так короче, оказывается, что у них есть профсоюз, профсоюз профессоров и вот эти профсоюз профессоров и в частности вот посмотрите на знаки, посмотрите на знаки Jewish Sunni Profes, то есть еврейские профессора вот этого Кюни, ну и вообще все профессора Кюни осудили Израиль, осудили Израиль вот это вот недавнее, как они пишут, нападение и атаки на палестинцев. И ни одного слова не было вот в этом, в этой их резолюции, в этом их выговоре, которая говорила бы, что это палестинцы напали, это палестинцы начали стрелять ракетами по мирным жителям. Этого вообще слова нет, этого слова нет. Вместо этого они говорят, что вот этот профсоюз Кюни, профессоров этих, типа осуждает, осуждает резню палестинцев израильским государством и осуждает экспансионизм израильский и насильственные, насильственные вторжения в оккупированной территории. и профессора Кюни не могут молчать о том, что продолжается в Палестине поддерживать государство, израильское государство поддерживает перемещение палестинцев и так далее и использует летальное оружие в борьбе с палестинцами. Я часто думаю, боже, какой ужас, какие подонки эти профессора Кюни, какие вы подонки, особенно еврейские профессора, какие вы сволочи. Если кто меня слушает и кто думает отдать своего ребенка в Кюни, Кюни там он состоит из многих колледжей, не отдавайте. Они уничтожат вам ребенка. Если еще они уничтожили в школе, то Кюни добьет. Кюни, ваш ребенок, еврейский ребенок придет в семью и скажет, какие вы сволочи, папа с мамой, вы уничтожаете палестинский народ. Помимо всего прочего, что это неправда, что это гнусно и низко выступать и подписываться. Помимо того, что половина или больше вот этих профессоров не верят в то, что они подписали. Они боятся за свои задницы. Помимо всего прочего, как можно? У вас в руках молодые люди. Что вы с ними делаете? Что вы им в головы вбиваете? Они просто хотят сохранить свое место, понимаете? свою жалкую зарплату в этом кюне. Ужасно. Это ужасно. Мне очень стыдно и мне противно вообще это читать, это даже новость. Я уже не говорю о том, что палестинцы, которые не согласились в 1948 году войти в состав Израиля, хотя 2 миллиона там сейчас находятся, те, которые согласились, там вроде бы как они enjoy life. вообще никак не сравнить с палестинскими, как их называют беженцы, которые никогда никакие не беженцы. Вернее, они сначала убежали, но теперь они хотят, чтобы этот статус оставался. Поэтому они никогда не согласились на создание, на условия создания независимого государства, потому что надо было работать, зарабатывать деньги и так далее. А сейчас ничего не надо, вода, электричество, воду поставляет Израиль бесплатно, налогов не платят, весь мир платят деньги, надо только, чтобы там пару сотен своих убили мирных жителей. Они, гады, паршивые, виноваты в смертях своих гражданских людей. Повторяю еще раз. И тогда подкинут несколько миллионов, несколько десятков миллионов. Они хотят, чтобы так было. Это причем ненависть слепая против Израиля. И вот этот Кюни поддерживает. Я уже не говорю о том, что палестинские арабы живут еще в других странах. Там Иордания, Сирия, Ливия, Кувейт. Почитайте, люди, погуглите, как живут там палестинские арабы в арабских странах. Люди третьего сорта. Им не разрешается участвовать в обществе. Арабы не разрешают палестинским арабам. Их гнобят. В Израиле они живут прекрасно, работают где угодно. На всех работах вместе все время. Короче, стыд и позор, стыд и позор. Страна катится в бездну, а City University of New York уже давно в ней находится. Из хороших новостей новая вакцина. Новая вакцина это новая вакцина Novavax называется и они прошли испытания и эффективность этой вакцины 90%. Which is very super duper nice. Очень хорошо. Обалденно. Тоже два укола потребуются, причем эта вакцина может храниться в обыкновенном холодильнике, там не нужны какие-то сильные заморозки. И они уже собираются сейчас они лишь делают вернее не так, сейчас идет ревью в FDA Food and Drug Administration а потом будет approval и сейчас они налаживают производство и обещают что будет по-моему 2 миллиона начнут выпускать вакцин как только производство будет налажено. Это будет четвертая если ее FDA одобрит то будет четвертая вакцина которая разрешена в Штатах. Всего их пока три. Это Moderna это Pfizer и это Johnson & Johnson вот это будет четвертая разрешенная но скорее всего нам это уже не понадобится поэтому это все пойдет развивающиеся страны и страны которые менее богаты. Если уже мы говорим о заболеваниях меня удивляет конечно меня огорчают новости которые я слышал о том что в России идут вспышки большие. Буквально три недели назад я тут был в сауне и там был как раз один мужичок который только вернулся из Москвы и я ему говорю как там в Москве с этим ковидом он говорит да ты что никто даже не думает все уже забыли об этом ну там метро могут одевать маски ну так жизнь нормальная все шикарно сейчас я читаю что все не шикарно я читаю что все не шикарно оказывается там уже давно давно был этот самый как называется этот ледовый дворец в Крылатском ледовый дворец в Крылатском вот он он уже давно преобразован уже давным-давно преобразован в госпиталь по лечению ковида оказывается данные не совсем те что мы думали раньше. Если бы мы пошли в данные, которые я обычно пользуюсь, Johns Hopkins University, который публикует все данные по смертям, заболеваниям и так далее, то если посмотреть сюда, то Россия 126 тысяч смертей всего лишь. Соответственно, если взять в пересчете на смерти на 1 миллион населения, то Россия непонятно где. Вроде бы как выступает шикарно на каком-то там месте, где аж на 56 месте по количеству смертей на 1 миллион населения, 869. Что оказывается, что это неправда. Это неправда. Откуда я знаю, что это неправда? Я вот считаю в частности Reuters. Тут есть две цифры. Давайте я прочитаю заголовок, как он был. В России примерно 425 тысяч excess death, то есть избыточных смертей с начала COVID-419 пандемии. Это не цифра, которая говорит о том, что да, действительно 100% люди, эти 425 тысяч умерли от COVID-19. Но excess death – это больше смертей в этом году по сравнению с до пандемийным. Почему умерли 425 тысяч лишних непонятно. Но я даже не буду заморачиваться на этой цифре, я возьму другую. Вот сначала была цифра, которую я вам только что показывал, что эпидемиологи, они считали смерти, и официальная статистика говорила 123 тысячи. Что примерно то же самое, что я вам показал там сейчас только что в той табличке. А Росстат Росстат – это государственный орган, насколько я понимаю. У них свои были данные. Они вели свою статистику и сказали в пятницу, что примерно 270 тысяч умерло в России от COVID-19 и связанных с ними причин, начиная пандемию с апреля 2020 по апрель 2021 год. Если взять эти цифры, то получится, что не 869 человек умерло на миллион, я уже прикинул, где-то около двух тысяч, что получается одни из самых плохих показателей в мире. Ну, не самые плохие, но плохие. И я не понимаю, не знаю, может быть, вы объясните мне, почему это происходит. Потому что народ не хочет вакцинироваться, а не хочет почему. Потому что не верят в вакцину или не доверяют правительству, или что еще, я не понимаю. Или это все еще не такое большое количество смертей, которое незаметно. Если уже я читаю, что мэр Москвы сказал, что на эту неделю, чтобы никто не выходил на работу. То, что он сказал, чтобы сохранить зарплату, это отдельная тема. Как он может приказать сохранить зарплату, не знаю. Но чтобы как-то хоть остановить эту эпидемию. Что там происходит, я не знаю, но я точно выражаю вам сочувствие и хочу, чтобы у вас это как-то закончилось. Но вы должны что-то делать для этого, я не знаю. Советы никаких давать не буду, но точно желаю вам мира и здоровья. А за сим хочу вам откланяться с низким поклоном Яков Фаин. Фаин.